здравствуйте друзья буквально там день назад мне кто-то написал говорит как там дышится в лесах вот редвудовских редвуд это секвой а вот тут называется редвуд это не красное дерево как красное дерево это секвой и тут много у нас и они как бы родом отсюда хотя их в разных странах там может быть сажают где-то а это кэмп такой знаете вот где хоть это туалет кэмпа и точнее тут много на территории и вот это все в секвой вам лесу тут есть такое место называется big basin big basin вы можете на карте там посмотреть и мы сюда ехали надо сказать в таком вот наш этот иммигрантовоз тут значит к нашим друзьям вот это их значит автомобильчик и вот ехали мы сюда по какой-то жуткой узкой страшной опасной дороге с замиранием сердца буквально вот но доехали может с непривычки там не знаю вот такие смотрите редвуды стоят и покупаешь билетик значит и тут ставишь ну кто с машин с автомобилем таким кто вот палаточки вот народ ставит винти они на обычном автомобиле приезжают и ставят свои палаточки а вот тут смотрите что прямо надо же какой какие тут деревья видеть вот и вот так это выглядит со стороны вот так вдоль вдоль дороги вот такой асфальтированный движешься и тут стоит номерочек у них и они знают куда прийти и вот там видите столики какие-то и умывальничек там и в общем основные удобства все все есть а вот рядышком другая компания вот видите у них тут номерочек на нем написано 72 на столбике вот смотрите как солнце что ли с той стороны как-то меня на камеру высвечивает здесь знаете что здесь относительно прохладно и влажно вот я бы так сказал по сравнению с тем как вот если отсюда отъехать чтобы сюда приехать но вот из санта-круз это займет минут может быть 20 из сани вейла как мы ехали ровно час там по таким узким горным таким может сказать дорожка ну какая-то часть пути вот по таким дорожкам не все видите ред вот прямой ствол их использовали для строительства повырубали много вот а так вот здесь сохранилась это самое по биомассе это самое биомассовое дерево вообще растения в природе вот если брать на квадратный метр значит площади сколько там килограмм будет вот у них больше всех килограмм такие красавцы они растут вот вы видите что они выга выгорают иногда пожары бывают винти такое черное выгоревшие дерево и вот с той стороны тоже какая громадина вы не всяких тут надо 5 человек нужно чтобы обхватить да весь а тут снизу водичка играет посуду не мыть только да вот каких-то простых вещей вот значит это светлана с нашими гостеприимными хозяевами вот смотрите друзья как культур ненько значит мусор присматривают на кемпе так и говорят вот ведь ресайклинг центр они говорят стекло значит алюминиевые баночки растительное вот так все да я собственно нет хотел показать я хотел показать опять же рад воды просто подписали что такое находиться в редвудовом в редвудовом лесу и говорят как дышится там ребята хорошо дышится знаете тут еще почему хорошо дышится что у народа костры какие-то они так маленькие жгут и так написано нигде что сушняк не собирать мол там ну вот еще запах такого дымка знаете с разных сторон причем тут довольно интересная звукоизоляция вы наверное слышите люди рядом разговаривают тут метрах в 15 от меня по левую руку но вот так когда идешь вот так не слышно абсолютно ничего потом бах подходишь метров 10-15 и как будто вот и у них там в бедруме стоишь а вот там идешь дальше и вот так очень интересные такие акустические эффекты слева друзья вы видите иммигрантовоз а справа значит рви от от recreational vehicle да значит мы видели с вами предыдущую версию этого автомобиля да как-то мы на бережку собирались значит а это обновленный значит чё там два слова маска чего чего обновили то тут просто совсем новый шестнадцатого года и шоссе и сам шестнадцатого шоссе и сам арви а тут был 14 шоссе и а 15 арви так это но разница есть вот как разница внутри вся они немножко перепланировали его они сделали другую планировку внутри нас ну как был как было меняли то не жиру мы меняли его потому что он был очень некачественно сделал да это лимонло было они его как бы нам сами поменяли другое дело что это все не так просто получилось как они говорили есть друзья закон называется лимонло это такой закон что если ты чуть некачественное в пиндеру клиенту то должен значит там или деньги вернуть или заменить вот что-то ему в пиндеру или некачественное вот и да ну то есть заменили заменили транспортное средство по 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 необходимости как в той футболке который надо купил да да это то же самое бывает знаете вот когда допустим есть люди обрезанные в силу религиозных убеждений а есть по медицинским показаниям так вот значит у нас заменили рви по медицинским показаниям вот мы смотрим на ту же площадочку только с другой стороны с холма который тут начинается вот увидите тут много места то что справа это гамак к нему еще навесик есть вот если нужно ну такая современная версия гамака вот и здесь там площадка можно поставить несколько автомобилей если что и столик есть и вот красивый натуральный забор вот все такое естественно вот на этом бревне можно сидеть если только муравьи потом штаны не залезут я не знаю но в общем ребят а почему тут все во мху я даже вспоминаю знаете был анекдот как пушкин с дамами пошли гулять и стали играть в прятки и значит пушкин спрятался во мху вот показываю ну и дамы его найти не могут и кричат пушкин где вы а он кричит во мху я поехали на этой борже и яшу ловит рыбу там всегда и мы стали олегу рассказывать олег мы уху ели там уху ели да да ира только приехала у нее пропали чемоданы где аэропорту ну вы когда прилетели из россии 20 лет назад там 25 лет назад 27 почти да у нас пропали чемоданы пришли чемоданы только с шубами самые нужные чемоданы а я не знаю мы видели шубы нам жалко было расстаться ну зачем и пропали чемоданы и саша поехал в аэропорт за чемоданами что-то такое да и тоже не знал где парковать и поставил машину ровно на месте полицейского а нам принять так все было нам привезли домой эти чемоданы все порванные там половина вещей но не половина чего-то не было вот и мне говорят ты чего нужно отвезти им это самое и чтобы они за чемоданы заплатили ну я им позвонил несколько да вот привозите нам а уже было до машин с первого дня было вот я нагрузил значит эту машину этим пустыми чемоданами так приехал в аэропорт сан франциски а мы прилетели вообще из саназа мы их сан-франциской аэропорта в глаза не видели да там где-то гараж где-то запарковать надо этого не понимал я кручусь кручусь думаю как же здесь остановиться где здесь стать ну да вот смотри какое-то место стоянка вроде я встал сюда но это самое и взял эти чемоданы пустые четыре чемодана там но они пустые же и побежал побежал значит отдавать так прихожу назад еще за двумя чемоданами или я уже не помню чего вот полицейский что-то пишет бумажку и пишет я говорю ай момент сейчас моя вайф сейчас придет говорю она с тобой разберется а у него морда вот так вот вытянулась я схватил значит перед ним пустые чемоданы и побежал он я беру ирка отдаваем чемоданы пошли говорю разбираться прибежала я с ним надо поговорить с ним надо поговорить мы прибегаем никого не такой суши он меня испугался убежал бумажка пустяком болтается тикет ну то есть только приехали уже тикет ну да такая наивность все годы его или нет а я не помню мы оплатили не отстудили мы его по маме подождите но машина откуда была с первого дня она у нас наш спонсор подарил нам машину кто нас встречал а нас была квартира у нас была машина нас хорошо встретить а лёва уже тогда лёва уже давно был тогда в америке лет 79 года а они учились в вместе с сашей вместе да понял а мы росли вместе то есть у них был спонсор который если росли с ним тоже а как же вы случайно все четыре познакомились то есть он с одним учился ты с другой росла ничего случайно ничего случайного не было сегодня все не случайно у нас дачи рядом так дачи мы росли с детства то есть вот и так вот и все тут в америке оказались то есть очень важно иметь дачу рядом с правильными людьми ну что же хорошо а что мы тут мы какой-то картон жечь будем не я просто разжечь хочу ага откуда берутся дрова вот там была табличка не подбирать не подбирать а вот это вот внизу там вот это вот чурка стоит чушка это здесь лежало а это я с собой не привозил вот вы видите друзья поливаем поливаем это что что это керосином поливают бумажечку чтобы полыхнула ну давай попробуем спичкой чем будем поджигать или зажигалкой зажигалкой вот так друзья обленившиеся американцы вместо чтобы тереть палочку одну сухую об другую но я для усугубления вот он газовая зажигалка газовая то он даже даже не стал спичками там какими-то нет вот так вот друзья теряются навыки выживания в дикой природе но на самом деле здесь конечно навыки немножко восстанавливаться потому что тут нет ни электричества не интернета навигатор работает на этой тропинке смотрели а правильно ли мы идем а сотовой связи нет вот только у въезда в туалете на определенном камушке есть сотовая связь а у вас верайзен а я же ходил сегодня туда топать без обезорви пришлось черт знает сколько то есть вы приехали прямо на ней здесь не то что вы на машине прибуксировали а мы думали от другого с собой машина но армию ехали конечно мы приехали только я что в этот подводок с утра не буду ее снимать а сколько сколько уходит бензина на или где-то сколько миль на галлон ну они клеймуют 17-18 миль на кого но если это мне кажется если я один раз ехал 55 миль в час у меня именно столько получилось не спеша один раз у меня была такая дорога там был куда-то в дальнюю поездку ехали там большой участок был я посчитал на этом расход на этом участке у меня получилось именно именно где-то 17-18 миль галла слушай а это у вас бревно настоящее а так поскольку я езжу 75-80 это бревно вот или это просто бумажка вот нет это это такое бревно которое да да покажи покажи народ чтоб видел друзья это бревно которое в магазине продается по часам по часам горения оно такое из опилок с чем-то а сама бумажка этого бревна которая она обернута сама бумажка является запалом ее можно поджечь и от нее будет гореть все остальное и оно горит именно по времени вот есть бревна на 2 часа на 3 часа и на 4 для каминов да да это камин а что же где же наш огонь я не понял так радостно полю так надо может быть с его керосином еще поддать сейчас разойдется там есть там внутри есть